Ваша сфера деятельности? Слушай, ну там по-разному, там крутимся, вертимся. Жень, а как тебе мероприятие? С Пивалдриком, да, покатит. С Пивалдриком? Люблю, обожаю. Алексея, Дарья. Погоди, погоди, братишка. У нас сейчас это не свадебное видео. А, да, конечно. Любишь там, обожаешь, это... Все, понял. Подойди и ты им говори. Слушай, хороший ведущий. Да, не, нормально все, свадьба вообще нормальная. В общем, она нормальная, все, свадьба еще. А что, примолкли-то все? Всем здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я ведущий на свадьбе. Приперся за полтора часа. Ну, что мне тут делать одному? Мне нужен диджей. Диджей, диджакей. Да, этот парень задерживается уже на 10 минут. М-да. Какая интересная локация, в которой будет проходить мероприятие. Репетишки вон играют. Ворота. И помимо ворот, помимо ворот сейчас будет голевая передача. Галкипер отработал свою тему. Первый раз буду работать с человеком, который будет у меня сегодня диджеем. Его главная задача приехать пораньше и подключить все оборудование, микрофоны, чтобы все работало. Музон качал, звук чтобы был чистый. Не фонило, не пердило, не мычало, не рычало. Это главное. Мои ребята не смогли, представляете, не смогли. Мои любимые, братские сердца, с которыми я постоянно работаю, не смогли приехать. Поэтому сейчас волнительный процесс. Ждем нашего диджея. Это Николай. Николя, Коля, Николай. Как говорится, не скучай. Сейчас будем ему звонить. Будем сейчас звонить Николаю. Позвонил я Николаю. Он говорит, что ему еще ехать. Мину 20. Что же мне делать? Перед каждым мероприятием я всегда испытываю некое ощущение, которое можно назвать волнением, которое находится внутри меня. И я научился пользоваться этим ощущением, чтобы оно приносило мне пользу. Не только мне, а вообще тому мероприятию, которое я буду проводить, несмотря на то, что задерживаются диджеи. Непонятно, что с аппаратурой. Это местная аппаратура. Нету многих проводов. Мужик, с которым я буду работать, я его в глаза не видел. И пока то, как он взаимодействует со мной, это все, конечно, не очень прикольно. Он и трубку не берет, и не перезванивает. Он сейчас опаздывает минут на... Ну, уже на полчаса опаздываю. Я знаю. Но это все мелочи. И раньше очень сильно я загонялся и стрессовал, как бы, и выглядел внешне, может быть, спокойно. Но внутри меня все потряхило, потому что я не могу позволить себе, чтобы там что-то не работало. Ну, вот, нет, сейчас я спокойненько сяду на диванчик, перекрою зерночки и буду наслаждаться этим ощущением, которое внутри находится. Не давать ему никаких названий, слов о том, что, ой, что-то это вам, что-то, дай бог, что все правильно, хорошо прошло. Там еще для Галяйска, для Галяйска. Свадьба, свадьба. Хочется, чтобы все были довольны, чтобы это было мероприятие кайф, чтобы оно запомнилось. Ну, хочется, всегда-то хочется. И всегда так и бывает, я вам скажу по секрету. Но в любом случае сейчас у меня есть время для того, чтобы побыть просто с самим собой и ни о чем не переживать, ни о чем не думать. И двигаться по стечению обстоятельств. Вот так вот я могу сказать. Сейчас я выключаю камеру и медитирую прямо здесь и сейчас. До свадьбы остается 37 минут. У главного героя это Николая. Аппарата еще нет. 40 минут назад он говорил, что будет через 20 минут. На парковке я людей, похожих на Николая, не вижу. Выяснилось, что гости дорогие приедут раньше. Моего Лиджи и Николая до сих пор нет. Чтобы вы знали, подключать аппарат, порой это квест. Серьезно. И этим можно заниматься порой очень долго, когда ты работаешь с ними, со своим аппаратом. Ну что ж. В любом случае я знаю, что все должно сложиться очень хорошо. Это будет 100%. Я в этом уверен. Но надо просто потерпеть. Потерпеть и все само сложится. Потому что от меня сейчас не зависит ничего. Вообще. ХП. О, ну надо же. Да? Что-то, да. На северном я. Что? Я на северном. Ой, я куда звонил? Ну вы звоните, наверное, мне, который ведущий сегодня на свадьбе. Да-да-да. Все правильно, значит, да. Я на северном сейчас буду. На северном, но гости приедут пораньше, поэтому надо как-то вот сейчас подсветиться, чтобы побыстрее все. Гости будут примерно минут через 15, а нашего Николая до сих пор нет. Может быть, это он на велосипеде ездит? Да, это все прикол. Так, а вот, да, вот рожа. Это случайно не Николай, нет, у него должны быть провода. Это какой-то футболист, наверное. Да, уж давненько я не испытывал такие шикарные ощущения. Спасибо тебе, Николай, за то, что он мне подарил это все. Все вот это вот безобразие, которое творится внутри моего изнеможденного тела. Но ничего, ничего, все будет хорошо. Это я точно знаю. Вон тот мужик очень похож на Николая. Это точно Николай. Николай. Николя, Коля, Николай. Аллилуйя, у нас будет музыка и будет работать микрофон. Привет, Николай. Да, да, да. Я так счастлив тебя видеть. Прикосновения. Так, вот здесь наш стол, где мы будем располагаться. Поэтому времени у нас не так много. Гости там через 15-20 минут уже будут. Сейчас вот Олег принесет аппарат. Все очень хорошо. Олег, пришел Николай. Это класс. Да. Николай, здрасте. Как раз к концу футбольного матча. Ну, слава богу, Николай пришел. Хоть как-то стало сразу так по-другому в теле. И, ну, вроде, толковый мужик соображается. Слава богу. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я буду ведущей или тамада, как там надо говорить. Ведущий на этой вечеринке. Для вас фуршет, шампусик, все делишки. Через 5 минут заработает фотобудка, фотоохота. И подождем минут 15 Лешу и Дашу, правильно, на ту свадьбу пришел, да? Ну, здорово тогда. Столпились все фотобудки там. Типа фоткаются. Ну, я давно не снимал видосы, ни с кем не общался. Ну, хотя бы пообщаю сейчас. О, здорово, братишка. Нас увидит около 2 миллионов человек в этом видео. Ну, поближе сюда, братишка, камера. Как зовут тебя, братишка? Илья. Ильюха притораканил сюда фотобудку. Неплохая такая, фотки четкие получились. Если что, обращайтесь к Ильюхе. Фотобудка.спб.рф Фотобудка.спб.рф И прямо на тебя выходит все? Да, да. Да, вот так вот все. Все контакты на сайте. Четкая фотобудка там и все. Там видео есть. Пойди сюда. Тварь, что-то встал-то как-то непонятно. Как вообще-то так вот давай встанем. Он что, пишет что-ли? Подержи, пожалуйста, я посмотрю. Он записывает. Записывает. Банька позови. Посмотри, мы там хорошо смотрим. Там видно все у нас. Влезаем, не залезаем. Хорошо? Ну, что такое? Да я не знаю, я видос записываю. Я же этот блогер. Но я бы не хотел. А, да? Нет. Вырезать себя? Видосы где-то всплывать. А? Где-то всплывать в видосе. Ну вот и все. Что, позови кого-нибудь? Иди сюда. В общем, все, слава богу. Вечеринка началась вовремя. Колян пришел, все по красоте. Там подключил, микрофончик работает. Музончик уже качает вовсю прям. Прям хорошо-то как. Каравай там был. Все дела посолили, обломали, поломали. Тоже, слава богу. Это когда этот каравай, я просто не знаю реально, что делать надо, когда каравай. Я обычно микрофон родителям отдаю. Пускай что-то делают. Как бы то и дело. В общем, народ душевный. Я чувствую прям в утром, что чувствую, с сисеньками. Прям всем телом, что очень будет хорошо. Всем будет там очень хорошо, весело, душевно жить. Ферично, экзоцентрично, периферично. В общем, все будет миштячок. Сейчас еще только пришли. Только пришел народ сейчас. Пускай похавает, поест, выпить, закусит, все дела. Ну и начнем движениями движениями. Ну и все, все нормалюк. Я погнал, короче. Люблю, обожаю. Алексея, Дарью. Погоди, погоди, братишка. У нас сейчас это не свадебное видео. А, да, конечно. Я снимаю это для себя. Любишь там, обожаешь это. Все, понял. Подойди и ты им говори. Значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну ладно. Вроде как пора уже начинать началку. Там, типа, все дела. Но Колян куда-то делся. В туалет ушел. Йок-макарек. Ну ладно, че. Значит, пока еще рано. Пока еще рано начинать. Колян, это наша будет отправная точка, понимаете. Это наш козырь. Это наш конек, горбунок. Николай, а нет уже 15 минут. 15 минут. Может, он уехал куда-нибудь? Николай. Одна кабинка занята, значит, Николай в туалете. Надеюсь, что все хорошо, что он живой-здоровый оттуда выйдет хотя бы через... Ну хотя бы через пару минут на Йок-макарек сколько можно сидеть-то на горшке. Николая не видела? Неа. Ну ладно. Если сейчас сфотографировался, и есть фотобудка, и я сразу сфотографировался. Вкусный фончик, да? Вкусный фончик, да. Вкусный фончик. Алексей, правильно понимаю? Жених сегодня на свадьбе. Да. Вопросики какие-то? Какие вопросики-то? Ну не знаю. Какие вопросики? За бабусикой тебе нужны вопросики? Ну интересно. Что-то ты перестал выпуски выпускать. Надо какие-то вопросики. Что-то интересное. Я вот, кстати, тоже несколько видосов смотрел, тоже удивлялся, что сейчас вот школьники современные не знают таких вот ответов на вопросы. Вот, да, он и задает такие вопросы. Короче, по-моему, если я не слышал, как имя, как имя, да, я видел. Все, наш ведущий ушел. Обычно я работаю по блокам. Минут 20 я взаимодействую с гостями. Минут 20, мы там кайфуем, танцуем, писем, какаем, все дела. В микрофоне старые батарейки, кроны, и они исполняют. У Коляна не было свежих, и он сейчас пошел в магазин за кронами. Я говорю, Коля, я тебя умоляю, только недолго, недолго. Он говорит, ну, я посмотрел в навигаторе, 7 минут идти. Вот уже прошло минут 20, наверное, да, минут 20 прошло. Ну, в целом, я там уже понял, на какие надо вертушки вертеть. Можно начать и без него, главное, чтобы микрофон не подводил. Я очень люблю, когда все очень хорошо и качественно звучит и работает. И здесь классная акустика, здесь хорошо слышно, прям все кайф. Пересушило просто, во рту все, обляпало, язык к небу, все это прилипает, невозможно. Ну, что, все вроде как поговорили, да? Ну, в целом, да. Надо свадьбу там вести, продолжать. Все, мы продолжаем дальше свадьбу. Мне кажется, что башка не влезает. А что, примолкаете все? Как вас зовут? Жека. Жека, а у меня Дарья. Мы сюда, вот сюда, вот сюда. Да, конечно. Извините, извините, извините. Все в порядке, все в порядке. Да, что? Да ничего. Да ничего просто. Передаю всем привет. Всем привет, всем большой привет. Всем привет. Всем привет. Добрый вечер. Секс на вечер подпеть? Добрый вечер, секс на вечер, да? Секс на вечер, да. Да, да, да. Причем тут я? Я не знаю. Я просто задумала, сказала да, а потом решила подумать, да. Поддержи, пожалуйста. Что мы будем делать? Что мы будем петь? Помогите, помогите мне Римму. Теряю голову и постоянно. Нет, 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 нет. Кстати, давайте ее позовем. Давайте. Зовем Римму, зовем Римму. Римму зовем. Зовем Римму. Почему ты думаешь, что Римма сможет спеть, а я нет? Цел. 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 Мне кажется, назревает конфликт. Между вами? Да. Пускай. Монтаж ведущему, монтаж. А можно я в микрофон дату? А он там слышно что-то? Раз, раз. Женя, ты снимался в фильмах? Давай я у тебя возьму лучшее интервью. Вот, вот, вот. Все, мы решили, что будем делать. Вы будете брать у меня интервью. Молодец, наконец-то пришел быть один человек со здравыми мыслями. Мыслями. Женя, ты снимался в фильмах? Да. Каких? Сериал «Старшеклассники», и я там играл охранника Бронислава. Мне платили 100 долларов в день. Мне было 19 лет. Представляешь, сколько бабусов я поднял? А сейчас тебе сколько? 24. Все вранье. Следующий вопрос. Жень, по поводу 24 лет, как долго тебе до 4? 10 лет. Горная лаванда. Все. Еще вопросы. Жень, а как тебе мероприятие? С Пивалдриком, да, покатит. С Пивалдриком? Всего лишь, что? Слушай, хороший ведущий. Хороший ведущий. А четвертый стол? Коля, Коля вообще заложил. Я не помню, там все в башке перемешалось, все эти лица, эти гости, я особо как бы... То есть ни с кем не пил? Я как рыбка Дори забываю все, через 5 секунд уже ни бельмеса, ни крыла не помню. Секундочку, Дори, это Даша, не забираем ее, легалий. Даша? Даша нет. Я, а не Даша, рыбка Дори, все. Все, хорошо, но я не согласна. Мне по барабану. Хорошо. Всем уговором твержу я в ответ, нас не разлучат, нет. Антош, спасибо тебе. Спасибо, спасибо, Антош, что-то туда выручил. Ваша сфера деятельности? Слушай, ну там по-разному, там крутимся, вертимся. Так, давай теперь расскажи какую-нибудь историю из жизни, вот, то есть твоей ведущей жизни, что-нибудь, какой-нибудь случай, где вот тебе было, думаешь, блядь. Не матерись, ну что-то. Первый корпоратив, женщина там одна сказала, что как бы так подошла ко мне, говорит, ты вот знаешь, как бы я вообще-то профессиональный тусер. Я говорю, ну понятно дело. Прикинь, мой первый корпорат, и такая обратная связь сразу прилетает, мне плохо, болевануть охота, а у меня еще 10 корпоратов весь Новый год забит, и слава богу, что он был весь забит, потому что если бы он был бы не забит, это обратная связь бы, меня бы, молодого пацана, понимаешь, у меня было, 7 лет, конечно, меня бы выбило, и все, вот так и живем. Засветились? Е-мое. Пересъем! Докладывай. Я спросила, можно ли мне одну минуточку выйти на поле, где никто не тренируется. И подписывайся нам. Женя, нет, можно ли мне сфотографироваться на... Можно ли мне сфотографироваться за минуту? Минуточку на поле, где никто не играет. Мне сказали, ну, сейчас мы согласуем, типа, нет. Сейчас мы согласуем, потому что это техника безопасности, вам в голову прилетит мяч. Я говорю, ну ладно, не надо, мне прилетит мяч. Давай, давай, давай. Ёк-макарёк. Давай заново вопросы, давай. Давай заново. Вот ты ведущий, сколько лет уже ты ведешь мероприятие? Так. Сколько мне годиков? 34. Ну, в 21 год я первый раз это сделал, когда-то вот профессиональная тусовщица сказала мне, да, вот уже 13 лет. Вот расскажи самую смешную историю. Вот фейспаун просто. Вообще ни одной, нет, представляешь. Все идеально проходило? Да, да, не, нормально все. Свадьба вообще нормальная. Вообще, вообще, она нормальная все, нет еще. Ну, а там, не знаю, кто-нибудь блеванул? Ну, если только я. Один раз была свадьба, и там сказали, мы хотим прям туса, чтобы была, прям, чтобы была туса. И мы, короче, с моим корешем взяли букса. Напились вискаря, и я был, ну, я был в хлам. Ну, классно, классно. И сейчас я уже как три дня не в одной ноздре. А с тобой принес? Да откуда? Ты видела, цены какие сейчас? Понятно. Туда-сюда. А тебе вообще нравится работа эта? Какая именно? Ну, с людьми там. Очень прям нравится. Вот, 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 вот сижу и думаю, как же мне все это нравится. Слушай, ну, спасибо тебе, хорошее интервью взяла. Молодец, ты прям молодец. А ты здорово придумала, конечно. Красава. Подожди, подожди, подожди. Этот брейт раз в месяц бороду. Вот, смотри, вот это неделя. Вот, смотри, вот это неделя. Вот, смотри, вот это неделя. А ты сколько раз в неделю брейшь бороду? В неделю? Да. Ну, раз в месяц, раз в два месяца. Ну, смотри, вот это вот растет за неделю. Вот это вот. Ты не будешь рождеща? Смотри, смотри, видишь, вот, вот это неделя. Вот эта неделя. Я тебя поздравляю. Слушай, ну тогда я погнал. Отвел свадьбу и хорошо, вы знаете, хорошо. Люблю, люблю вести свадьбы. Всегда получается очень душевно, прям до слез. Самому аж иногда реветь хочется. И несмотря там на, может быть, странное видео, которое вы сейчас посмотрели, и вообще непонятно, зачем вы его посмотрели. Это что ж, я проехал поворот, что ли? Ну, ёк-макарёк. Ну, ладно. Несмотря на то, что, несмотря на то, что видос получился, может быть, какой-то странноватый, но какой я, такой видос будет. Я странный тип, и видос пускай тоже будет странноватый. Не, я не проехал. Спасибо Даше и Алёше за то, что мои подписчики, ребята, любят вопросы за бабосы. Многие, многие любят вопросы за бабосы. Ну, я иногда не люблю их. Иногда люблю, поэтому, не знаю, чем чёрт не шутит. Иногда ты думаешь, блин, ну вот, людям нравится эта передача. Ну, что ж ты такой эгоист, сними хоть разок-то выпуск. Может быть, может быть, вы увидите шоу «Вопросы за бабосы» в дальнейшем. Я не знаю, я не знаю. Я соскучился по съёмкам, по коммуникации с людьми в микрофон. Это я делать люблю просто. Люблю это делать, и поэтому всему я соскучился. И сегодня немножко подворачивался. Ну, вопросы за бабосы не знаю. Может, сниму, может, сниму на досуге. Пока ещё не вышел из образа ведущего. Такое тоже. Такое бывает. В общем, несмотря на все мои сегодняшние некоторые, я бы не сказал, даже опасения. Я уже вам сказал о том, что когда ты уверен, когда ты знаешь на сто процентов, что всё получится хорошо. И если, может быть, что-то не так получается, не так, как ты хотел, не нужно волноваться, переживать по этому поводу. Всё равно получится хорошо, если ты будешь спокоен, если ты не будешь тревожиться и волноваться по пустякам. Но в начале, конечно, Калюня немножечко мне ливер потрепыхался, немножечко я поерепенился. Но я понимал, как работать с этим. Я осознавал, как мне работать с этим волнением. Не нужно создавать из этого волнения волнение. Да, тело по привычке тревожится. Потому что я был раньше очень тревожным типом в плане работы. Я люблю ответственность, я люблю пунктуальность. И если мои коллеги, те люди, с которыми я работаю, они не соблюдают эти пункты, то меня это, конечно, очень и раздражало, и расстраивало, и я места себе не находил. У меня просто болела голова от того, что я сильно нервничал. Потому что я понимаю, что есть некоторые вещи, которые от меня не зависят. Сейчас я к этому спокойно отношусь. И к той энергии, которая протекает в моем теле, когда что-то происходит во внешнем мире, я отношусь по-другому. Я просто наблюдаю за этой энергией, не давая ей никаких слов. Я не говорю о том, что, блядь, что будет, успеем, не успеем, какого хрена, это не работает, то не работает. Нет. Без этой ментальности ты переживаешь эти ощущения, не давая им никаких слов. И эти ощущения, которые вроде как назывались тревогой, они после того, как ты перестаешь им давать это название, они, как сказать, попробуйте, просто попробуйте, просто попробуйте это сделать. И что мне говорить? Эти ощущения, они превращаются в такие прям классные ощущения. То есть сегодня было где-то 30 минут, когда я ждал Коляна, я сидел в рестике, я закрыл глаза, в моем теле кипело, и на это кипение я обращал внимание и наслаждался. Просто был кайф. В моем теле было миллион энергии, но не давая ей никакого названия, это энергия сильная, это энергия кайфовая, это энергия, которая заряжает тебя. И поэтому опоздание диджея Николая, оно только сделало меня энергичнее и сильнее, потому что я так к этому отнесся, не так, как я бы отнесся к этому раньше. И вот поэтому спасибо, спасибо, Коля, если ты смотришь это видео, то как бы спасибо тебе за этот энергетик, который был в моем теле во время того, как ты отсутствовал и, как мне казалось, приехал не вовремя. На самом деле, Коляна приехал, все, подключил тогда, и слава богу, и слава богу. Очень много, да, в этом видео мы говорим про Коляна. Все, как говорится, вот так вот, все вот так вот, всем до свидания, и все по кайфу. По кайфу деле, и кайф будет ищ, ищ, мах, ищ.